Мы остановились на окислении и на антиоселективном по Шарплису. Я вам показал вот этот вот огромный титановый темплат, содержащий два атома титана. Как же, собственно, предсказать, какой изомер получится при восстановлении, при эпоксидировании, наоборот, при окислении по Шарплису? Тут рисование этого темплата слишком затруднительно будет. Поэтому существует мнемоническое правило Шарплиса. Правило Шарплиса. Оно мнемоническое. Записывайте его. Значит, я мог бы эту картинку нарисовать на доске, но я приготовил, вот я такой ленивый, приготовил дома картинку на компьютере, но она почетче. А вы уж перенесите эту картинку себе в тетради. Это суть, собственно, этого правила Шарплиса, которое позволяет предсказать, какой изомер получится. Итак, пишем, располагаем оливовый спирт, речь идет о спиртах оливового типа, располагаем спирт оливового типа так, чтобы гидроксильная группа была направлена к нам и находилась справа по отношению к нам от двойной связи. Располагаем спирт оливового типа так, чтобы гидроксильная группа была направлена к нам и располагалась справа по отношению к нам, справа от двойной связи. Сейчас картинку вам покажу. Вот, собственно, о чем идет речь. Вот это рисуем. То есть это плоскость, в которой плоскость двойной связи с антиутопными сторонами. Гидроксильная группа в нашу сторону смотрит и располагается справа, не слева, а справа. Нельзя переворачивать вверх ногами эту молекулу. Вот так надо расположить спирт оливового типа. Зарисовывайте, зарисовывайте. А то вы оставите на потом и забудете. А у нас это будет встречаться. Будут встречаться случаи, когда это правило надо будет использовать. Итак, вот изобразили мы таким образом спирт оливового типа. Действуем на него вот этим набором реагентов, который вам уже перечислялся. L+, диэтилтартрат, третбутилгидропероксид, тетраизопропилат, титана. Ну, это условие, по сути. Здесь будет стрелочка вниз, вот сюда вправо. А здесь будет тоже кое-что сейчас появится. Значит, если мы спирт располагаем вот так, и используем вот этот диэтилтартрат, L+, то тогда кислород подходит снизу. Вот так. Правило в этом и состоит. Что если вот так расположить спирт, то кислород подойдет снизу к двойной связи. Снизу вот этой плоскости, зеленой. И подчеркните, что это в том случае, если L+, диэтилтартрат. То есть произвольная L-винной кислоты. И вот если мы так все соблюдаем, а кислород оказывается снизу, то несложно будет нарисовать продукт. Вот он какой получится. Ну, это естественно, что он получится такой. Все вот это расположено вот так, а кислород смотрит вниз, поскольку он здесь снизу оказывается. Вот в чем правило Шарплеса. Теперь, если, это вы уже напишите, картинку я вам показывать не буду. Если используется D-диэтилтартрат, то есть энантиомер D-диэтилтартрат, то при таком расположении спирта кислород подойдет сверху. D-диэтилтартрат кислород подойдет сверху. Проходите. Вот, собственно, суть правила Шарплеса. Помимо того, что эпоксидирование идет энантиоселективно, оно идет еще и региоселективно. Вот, я еще раз вам покажу эту картинку. Здесь есть две двойные связи. Эпоксидирование идет по этой двойной связи. Естественно, поскольку, если мы помним, механизм происходящих при вращении, вот эта гидроксильная группа участвует в образовании темплата. И, естественно, что эпоксидирование идет по этой группе, а это не трогается. Если теперь отвлечься от энантиоселективного эпоксидирования, то региоселективность встречается и в других случаях для эпоксидирования. Ну, например, вот такая молекула, если у нас есть. Нет, так некрасиво. Сейчас покрасивее попробую. Вот так. Так, вот здесь метил. Двойная связь. И здесь двойная связь. Вот. То эпоксидирование будет происходить по более электронно обогащенной двойной связи. Вот здесь метильная группа донирует электронную плотность. Эта двойная часть более обогащена электронами. И, ну, просто над кислотой мы действуем. Продукт будет вот такой, если, конечно, взять один к одному. Если мы возьмем избыток, эпоксидирование пройдет по обеим двойным связям. А так мы можем получить вот это соединение. Вот это соединение. Ну, то, что я написал кислород сверху, ну, наверное, понятно. Это два кольца, как крылья у бабочки. Вот так внутрь сложено. Поэтому с внешней стороны двойная связь более доступна. А эпоксидирование очень четко чувствует пространственные затруднения. Итак, мы говорим об эпоксидировании. Давайте добавим в молекулу кетонную группу. Тогда, проходите, тогда возникает дихотомия. Что за дихотомия? Эпоксидирование? Или вторая возможность реакции Байера-Виллигера? Вот, как тут... Что? А, прошу прощения, да. Я здесь не нарисовал двойную связь. Спасибо. Один к одному, та двойная связь не затрагивается. Здесь, наверное, нужно еще и вот так сделать. Ну, да, рот вниз. Предсказать, вообще, встречаются уже в жизни такие случаи. Вот двойная связь и кетон. А мы действуем над кислотой, моль на моль. Что будет происходить? Эпоксид получится? Или произойдет реакция Байера-Виллигера, которую вы знаете? Не хочется мне писать механизм этой реакции. Вы ведь его должны знать. Давайте честно поднимите руку те, кто помнит механизм реакции Байера-Виллигера. Ясно, спасибо. Пишу. Первое, что мы должны ответить, прежде чем писать механизм реакции Байера-Виллигера, то что, вот сравнивая эпоксидирование и реакцию Байера-Виллигера, эпоксидирование двойной связи не требует катализа, реакция Байера-Виллигера катализируется минеральными кислотами. Первое. Значит, различия некоторые. На самом деле, реакцию Байера-Виллигера можно проводить и в отсутствии минеральных кислот, но катализ явный и есть. Итак, реакция эпоксидирования двойной связи СССР не требует катализа, реакция Байера-Виллигера катализируется минеральными кислотами. Так, берем кетон. Р, ну пусть будет так, что ли. И надкислота. Так, ну у нас будет везде Р, Р, Р. Давайте возьмем надуксусную конкретно. Нет, тогда мы надуксусную возьмем. Ну, если у нас идет катализ минеральной кислотой, значит, у нас идет присоединение по карбонильной группе в начале. Р, О, Х, О, О, С, О, С, Х3, Р присоединилось. Надкислота, по карбонильной группе. Потом у нас накачивается электронная плотность сюда, этот радикал идет сюда, это сюда, здесь раскрывается связь. Вот так. То есть вот эта пара электронов накачивает электронную плотность к этому атому углерода, в связи с чем радикал с парой электронов мигрирует к кислороду, а эта связь уходит сюда. Следовательно, из одной части у нас получится вот что. здесь у нас был H+, естественно, возникнет, здесь у нас О, Р, а из второй части ацетат ион. Ну и все завершается перебросом протона отсюда сюда. То есть получится сложный эфир. И уксусная кислота. В данном случае уксусная. Я написал здесь каталис кислотой. Каталис можно провести и в некаталитическом варианте, реакция пойдет и так, но медленно. Самая медленная стадия вот эта. Самая медленная стадия, собственно, миграция аниона Р с минусом. Это тот момент, который, наверное, надо помнить при обсуждении этой реакции. Теперь мы должны записать. Реакция Байера-Виллигера ускоряется. Первое. При наличии донорных групп в кетоне. Первое. При наличии донорных групп в кетоне. Второе. Второй фактор. При наличии акцепторных групп в надкислоте. То есть с трифторно-адуксусной кислотой реакция пойдет быстрее, чем с надуксусной. Ускоряется реакция Байера-Виллигера. Первое. При наличии донорных групп в кетоне. Второе. При наличии акцепторных групп в надкислоте. Теперь, что касается кетонов Давайте посмотрим еще раз Я вам напомню, скорее всего вы это знаете Возьмем вот такой кетон Вот такой Значит, здесь есть у нас нитрогруппа, а здесь ее нет Нитрогруппа это акцептор Так вот, мигрирует в реакции Байера-Виллигера Вот здесь 2Р А давайте штрихи здесь поставим Вот здесь поставим штрих Вот здесь штрих, штрих и штрих Вот мигрировать будет тот радикал Который обладает большими донорными свойствами Следовательно, вот в приведенном здесь случае Мигрировать будет кислородофенильная группа Не содержащая нитрозаместителя Вот условия, вот выход действительно так и происходит Итак, если есть радикалы с разной донорной способностью Мигрирует к кислороду радикал с большей донорной способностью Это первое Второе Второй пример Вот ниже появляется Вы его тоже занесите к себе в тетрадочке С монопирокса малиновой кислотой Это сильный окислитель Значит, у нас есть метильная группа здесь И не метильная группа Метильная группа выделена красным Почему? Потому что метильная группа в реакции Байера-Виллигера Никогда не мигрирует Это бы запомнить должны Метильная группа в реакции Байера-Виллигера Никогда не мигрирует И записать Ну вот эти два примера Занесите к себе в анналы Значит, акцепторная группа не мигрирует И второе, не мигрирует метильная группа Миграция имеется в виду вот этот процесс Вот этот процесс Миграция отсюда сюда Записали? Давайте дальше Теперь, ну, есть ряд относительной способности Разных групп к миграции в реакции Байера-Виллигера Вот Значит, легче всего мигрирует водород Потом третичный, вторичный алкил Винил, первичный и метильная группа не мигрирует А на самом конце находится Значит, что получается при действии Значит, если водород при карбонильной группе Это альдегид Так Тогда что получается при действии на альдегид Над кислоты Кислота Потому что мигрировать будет водород В реакции Байера-Виллигера Еще одна очень важная синтетическая особенность Реакции Байера-Виллигера Стереохимическая Которую мы с вами должны тоже помнить А потом уж будем обсуждать Когда что там окисляется Записали этот ряд? Ну, в общем-то, его помнить не обязательно весь Ну, помнить, что водород лучше всего мигрирует А метил не мигрирует И что вторичный мигрирует быстрее, чем первичной группы Значит, вот пример Желательно его занести также Вот в этом примере У кетонной группы Находится CH2 группа И, значит, вторичная Вторичный радикал Мигрировать будет, конечно, вот этот радикал Более замещенный Исходя из этого ряда Который я только что приводил вам Но самое интересное Здесь взят радикал с определенной стереохимией Самое любопытное, что в ходе миграции Стереохимическая конфигурация мигрирующей группы Сохраняется Это очень важно Стереохимическая конфигурация мигрирующей группы Сохраняется Вот какая она была изначально Такая она и в конце есть Для стереохимической направленности процессов Включающих реакцию Байера-Виллигера Это очень важно Вот посмотрите Здесь приведены условия Я говорю, что реакция Байера-Виллигера Ускоряется в кислой среде А здесь условия Гидрокарбонат натрия И как раз вот эта дихотомия Которая решается в пользу реакции Байера-Виллигера Двойная связь будет эпоксидироваться Или произойдет миграция Вот подобное влияние гидрокарбоната натрия Которое сводит реакцию все-таки К перегруппировке Байера-Виллигера Оно наблюдается и на других примерах Вот у меня пример такой Бета-хлор-пербензойная кислота Натрий-Аш-СО3 В хлористом метилене Опять выбор Пойдет эпоксидирование Или пойдет реакция Байера-Виллигера Идет реакция Байера-Виллигера В данном случае В чем здесь дело Я свои предположения выскажу Но это будут только предположения Мои Основанные правда на анализе литературных данных Выход у меня есть 95% Дело в том, что сколько я не пытался Где-то найти обсуждение этого вопроса в литературе Люди избегают его обсуждать Ну где-то проэпоксидировалось Где-то пошла реакция Байера-Виллигера Ну и хорошо А вместе это как-то не совмещают обычно Это я уж решил Такой дотошный Проанализировать литературу И посмотреть А что же на самом деле есть Получается так Что влияние Натрий-Аш-СО3 В пользу реакции Байера-Виллигера Почему Ну давайте метахлорпербензойную Ее сложно писать Я напишу Р А на 5Р будет плохо Ладно уж Напишу метахлорпербензойную Хлор СОООХ Плюс Натрий-Аш-СО3 Наткислоты Вообще кислоты крайне слабые Но все-таки В какой-то степени Кислотными свойствами Они обладают Что там должно получиться Вода да углекислый газ Вот Теперь давайте посмотрим Это реагент Электрофильный Окислитель Реагент электрофильный Он любит электроны Он набросится на ту часть молекулы Где электронная плотность повыше Электрофильный реагент Электрофильный реагент Ну двойную связь он эпоксидирует Пожалуйста Электрофильный А вот это реагент уже не электрофильный Это нуклеофильный реагент Нуклеофильный Потому что это очень сильный нуклеофил Моноанион перекиси водорода Очень сильный нуклеофил Так называемый альфа-эффект Соседней пары электронов И это сильный нуклеофил Поэтому здесь по-видимому Я так думаю Реакция идет За счет именно Нуклеофильной атаки С последующими изменениями То есть если взять вот тот механизм Который у нас был Р Р штрих СО Плюс Придется мне вот это вот все писать Хлор Хлор СО ОО На 3 Значит идет атака По карбонильной группе Обычное нуклеофильное присоединение Это сильный нуклеофил Р СО Минус Натрий Плюс Р штрих О О С О Вот Что у нас получилось А дальше происходит Эта самая Миграция Это сюда накачивается И дальше происходит все Точно так же Как Это было Оставьте место Дальше Допишите Все аналогично То есть у меня такое предположение Что именно Так действует Гидрокарбонат Натрия По-моему Это предположение Разумное Это первый момент Второй момент Те случаи Когда вот есть двойная связь И есть кетон И идет реакция Байера-Виллигера Но не эпоксидирование Эпоксидирование Они как правило Связаны с циклическими системами И как правило С такими Которые не являются Моноциклическими системами Это либо Конденсированные циклы Как в первых примерах Либо Мостиковая структура Как в том примере Который был только что В результате реакции Байера-Виллигера Снимается напряжение А если бы Произошло эпоксидирование Напряжение Как было Так и осталось бы Конечно Как эпоксидирование Никак у меня голос Не восстановится Что же это такое То мне Дочь ругала По утрам Папа Ты можешь потише А то посуда трясется Вот А сейчас никак Не восстановлюсь После болезни Но я Не сдаюсь И надеюсь Что все будет в порядке Значит Ни реакция Байера-Виллигера Ни эпоксидирование Не являются Обратимыми процессами Следовательно Здесь Ни о каком-то Термодинамическом контроле Говорить нельзя Поэтому Если сравнить Какую-то термодинамику Что-то устойчивое Мы сняли напряжение Ну сняли напряжение Сняли напряжение Хорошо Но это Термодинамический фактор А реакция Необратима При чем здесь Термодинамика Вот На самом деле Если рассуждать О переходном состоянии То здесь Вот эти Термодинамические Моменты Можно связать С кинетикой Вообще Кинетика И термодинамика Абсолютно разные вещи Совершенно Разные вещи Но есть Некий постулат Который Позволяет И каким-то образом Соединит Постулат Хэммонда Сейчас я о нем Говорить не хочу Когда будет у нас Реакция Виттига Там он просто Нам будет необходим Для того Чтобы показать Что Реакция Виттига Никакого там Термодинамического Контроля Нет вообще Все кинетическим Контролем Обусловлено А термодинамику Придется привлекать Вот тогда Я формулировку И пояснение дам То есть Можно вообще Говоря считать Что вот Какие-то факторы Которые приводят К снижению напряжения Все-таки И ускоряют реакцию Ну вот Если у нас будет Не циклическая система Вот Так это я не хочу Вам рассказывать Не надо Это все не надо Если будет система Не циклическая Открытая Давайте посмотрим Вот вяз Прекрасное дерево Посмотрите Какое раскидистое У него есть вредитель Вот такой Жук Краэт Значит его надо Уничтожать Как его уничтожить Не будешь же Собирать по одному Жучку Надо создать Феромон Насыпать его В какую-нибудь Ловушку такую Они туда слетятся И все Всех сразу Вот Таким образом Спасти деревья Значит Вот Эпоксидирование Как раз Синтези Феромона Этого жука Посмотрите Здесь у нас Есть кетон И двойная связь ЦС Метахлорпирпензольная Кислота Никаких добавок Ничего Идет Эпоксидирование С высоким выходом Почему так происходит Здесь Это вы знаете Я не берусь Объяснять Это слишком Но Если учесть Мои слова О том Что циклическая Или не циклическая Структура То можно Предположить Можно так думать Я эти слова Говорю Потому что Это нигде не написано Это мои слова Я же могу И ошибаться Вот Вы меня поправите Если я ошибаюсь И предложите Может быть Свои объяснения Получается что Что система Не циклическая Открытая И тогда играет роль Такой фактор Что эпоксидирование Идет просто быстрее Чем реакция Байера-Виллигера Вот и все Нет дополнительного фактора Снимающего напряжение При реакции Байера-Виллигера А берется МЦПБА И вот это соединение Моль на боль Один к одному Поэтому По-видимому Идет здесь реакция Байера-Виллигера Но это мои предположения Нигде не написано Но потом из этого Получается собственно Вот этот вот Мультистриатин Который является Феромоном Жука-Караеда Значит Если же Если же Вот все-таки У вас есть Альфа-Б То есть Кетон Вообще С удаленной Двойной связью Альфа-Б Это непредельно отдельно Кетон С удаленной От карбонильной группы Двойной связью И надо провести Чисто ее Эпоксидирование Этой двойной связью Чтобы ни в коем случае Не пошла бы Реакция Байера-Виллигера Защитим Карбонильную группу Давайте напишем Вот у нас будет Где-то двойная связь А где-то здесь Карбонильная группа Ну предположим Вот такое образование Мы защищаем Карбонильную группу Знакомым вам Методом Вот Потом проводим Эпоксидирование Получаем Эпоксид Вот интересно Сейчас будет ваша реакция Или нет Нет реакции Значит Ну была Раньше была Как-то Некоторые реагировали Кто-то выкрикивал Из зала Опа Попался А что имелось ввиду Теперь надо удалить Защиту В какой среде Она удаляется А как же Эпоксид тоже будет Раскрывать Все понятно Да Не попался Эту защиту Легко удалить Другим путем Добавляем Ацетон Это уолс Сульфокислоту Как катализатор И вот вся эта защита Отсюда Перейдет на ацетон Без воды А без воды Гидролиз Эпоксида Идти не будет Вот так Вот такой метод Можно применить А для того Чтобы заставить Ити реакцию Байера-Виллигера Вот в этой системе Я как-то даже Примеров таких Не встречал Ну можно попробовать Натрия-ЖСО3 Но не уверен Что поможет Настолько быстрее Идет эпоксидирование Вот если циклическая система Там да Пойдет реакция Байера-Виллигера Вот А в таких системах Избирательно Можно проэпоксидировать Двойную связь А с Байером-Виллигером Нужно быть поосторожнее Особое Особый случай Представляют собой Альфа-бета Непредельные Кетоны Альфа-бета Непредельные Кетоны Их очень легко Можно проэпоксидировать Даже без Надкислоты Для этого Можно использовать Просто-напросто Щелочной раствор Перекиси водорода Итак Перекись водорода Образуется уже В общем-то Нам знакомых Этот анион Обладающий Высокой Нуклеофильностью За счет альфа-эффекта Вот эта пара электронов И допустим У нас есть Какой-то Альфа-бета Непредельный Кетон Ну вот этот Например Изофарон Этот анион Будет атаковать Вот сюда Двойную связь Сюда и сюда По сути Присоединение По Михаилу Вот так раскрылась Карбонильная группа А потом она закроется Схлопнется назад А эта Пара электронов Вытолкнет Гидроксид ион Минус аж С минусом И получим Продукт эпоксидирования Ну выхот Я конечно не помню Он там высокий 72% В данном случае Вот так можно Однозначно Избирательно Эпоксидировать Альфа-бета Непредельные Кетоны Ну я надеюсь Что Никто из вас Не будет Вот таким образом Эпоксидировать Альфа-бета Непредельные Альдегиты Там получится Кислота Ну вернее Соль кислоты Поскольку Щелочная среда Ну что ж На этом наверное Об окислении Мы заканчиваем Разговор И теперь Мы должны Перейти К тому Что составляет Вот мы Какие-то вспомогательные Вещи Там восстановление Окисление Что-то там С галогеном Туда-сюда Основной Это Задачей Органического синтеза Является Усложнение Углеродного скелета Поэтому Мы должны С вами сейчас Вспомнить Те реакции Их не надо записывать Просто посмотреть А подождите Я же забыл Одну интересную Деталь Вот это Посмотрите На эту реакцию Вот Можно Диацстилбензол Так сделать Вопрос Какую роль Играет Нитрат магний Нет Значит Я вам предлагаю Подумать Вот запишите Вот это Это будет Домашнее задание Какую роль Здесь В этой реакции Играет Нитрат магний Его много Добавляется Все в молях Написано Зачем Он там Нужен Кто-нибудь Из вас Эту задачу Делал В практику Ну Раньше Давали Это так Домашнее задание Тут Решите Не решите Не решите Ну что же Решим вместе Но Наверное Не сейчас Поскольку Мы сейчас Не дома Итак Подумайте Пожалуйста Какую роль В этой реакции Играет Нитрат магний Так А теперь Давайте Вспомним Реакции Приводящие К усложнению Углеродного Скелета Итак Мы переходим К теме Методы создания Связи Углерод-углерод Это Такой Подзаголовок Один Довольно Большой А потом Будет Помельче Подзаголовок Давайте Вспомним Какие Мы знаем Методы Создания Связи Углерод-углерод Во-первых Исходя Из карбонин Присоединения Ну вот Они Это Не надо Писать Вы знаете Магний Органический Синтез Знаем Циангидринный Синтез Конечно Знаем Альдольная Конденсация Знаем Хотя здесь Есть Многое Что можно Обсудить И мы Это Обсудим Дальше Реакция Михаэля Метод Усложнения Реакции Циклоприсоединения В данном случае 4 плюс 2 Циклоприсоединения Пример Приведен Это Один Из Вариантов Циклоприсоединения Их На самом деле Много Дальше Скелетные Перегруппировки Реакции Кроссочетания Тоже Вам Это Знакомо Вот И то Что мы Должны Особо Детально Обсудить Это Синтезы На основе Производных Фосфора Кремния И титана Ну фосфор Знаете Реакция Витяга Вот она Кремния Реакция Петерсона Мы о ней поговорим Титан Реагент Тебе Тоже Его Обсудим Это Это все Так сказать Нам предстоит Вот эти вещи Обсудить Но начнем Там мы Наверное Все таки Вот с чего Создание Связи Углерод Углерод С помощью Металлоорганических Реагентов Создание Связи Углерод Углерод С помощью Металлоорганических Реагентов Я наверное Буду повторяться Вы это и так Прекрасно Знаете Что в конце 19 века Филипп Барбье Предложил В качестве Диссертационной Работы Своему Ассистенту Исследовать Реакции Что-то там Получается Если взять Алкилгалогенитки Тон и магний Что-то там Получается Что там Получается Возьми и Выясни Вот Ну вот он Этот самый Ассистент Вы его знаете Значит он Получил Нобелевскую Премию За то Что разработал Магний Органический Синтез Кстати Любопытная Деталь Деталь Двенадцатый год Нобелевская Премия Четырнадцатый год Началась Первая Мировая Война Вот Несмотря на то Что он Нобелевский Лауреат Его все-таки Призвали на Войну Вот Странно Ну давайте Значит нам надо Обсудить Сначала Магний Потом Литий Органические Соединения Медь Титан А потом Уже перейдем В двойной связи И фосфор И крепний Будет Вот таким Вот Вот с такой Последовательностью До боли Знакомый Процесс Однако он Весьма все-таки Любопытный Мне так напишут CH3 CH2 Бром Плюс Магний Эфир CH3 CH2 Магний Бром Смотрите Что произошло Здесь Дельта Плюс А здесь Дельта Минус Значит Этот Центр Электрофильный Электрофильный А этот Центр Тот же Центр Стал Нуклеофильдом Вообще Здорово Происходит Таким Разом В ходе Вот этого Синтеза С магнием Электрофильный Центр Превращается В Нуклеофильный Ну как Это Происходит Несколько Слов Я об этом Вам скажу Но немножко Позже Значит Магниоорганические Соединения Вы это Знаете Получаются В эфире Или В тетрагидрофуране Давайте Посмотрим На температуру Кипения Вот температура Кипения Эфира И тетрагидрофурана Я вам не просто Так их показываю Эти температуры Дело в том Что И это Надо помнить Эфир Очень Легко Кипит Над эфиром Всегда Плотный Слой Его Паров И пары Эфира Вытесняют Воздух Тетрагидрофуран Делал другое Вот был такой случай На международной конференции Один наш Ученый Разговаривал С индийским ученым Индийские ученые Ну обсуждали Какую-то реакцию Индийские ученые Спрашивают А в чем Вы эту реакцию Проводите А наш Ученый Говорит Вы в эфире В диетилу А индийский ученый Говорит Как Это же газ Значит Действительно Диетиловый эфир В Индии Газ А у нас Жидкость Но Несмотря на то Что диетиловый эфир Жидкость Пары Достаточно Плотные У него И поэтому Когда он закипает А в процессе Этой реакции Он закипает Да и после Окончания Там много Паров Эти пары эфира Предохраняют Магнио-органическое Соединение От взаимодействия С кислородом Воздухом Подобные Вещества С кислородом Реагирует Как Это я вам скажу Потом Что там Получается Вот А если мы Будем проводить Реакцию В тетрагидрофуране У него Температура Кипения Существенно Выше И такой Плотной Паровой Подушки Там нет Поэтому Давайте-ка Мы запишем Если Синтез Магнио-органического Соединения Проводится В тетрагидрофуране Реакцию Надо ввести В атмосфере Инертного Газа Азота Или аргона Иначе Ничего Не выйдет Если Синтез Магнио-органического Соединения Проводится В тетрагидрофуране Реакцию Надо ввести В атмосфере Инертного Газа Азота Или аргона Если Реакция Проводится В эфире То Инертный Газ Не нужен Вот По Тем Причинам О которых Я вам уже Сказал Ну что ж Подошло Время Перерыва 5 минут Перерыв Первое Что Происходит Магний Вот у него Там Электрон Где-то Есть По крайней мере Один И CH3 CH2 Бром Он подает Электрон На сигма Разрыхляющий Орбиталь Связи С бром Значит В результате Получается Из Этой Части Анион Радикал И Магний Одного лет Тикатион И дальше Последующие Развития Событий Идут Но Да Но в конце концов Надо написать Что в конце концов Получается На самом деле Вот в тонкостях Это Процесс до конца Не изучен Но то что Первая стадия Вот такая Это известно Дальше Что Магний Вообще говоря Для реакции Гриньяра Обычно Активируют Чем Йодом Дипрометаном Это все Замечательно Вот Послушайте То что я сейчас Скажу Мы столкнулись Вот буквально На днях Ну на днях В месяц Интервал С задачей Нам надо было Синтезировать Комплекс Нульвалентного Вольфрама С азотом Молекулярным Ну сами понимаете Что такой комплекс Оксидативно Неустойчив Кислороду Он боится Вот И мы взяли пропись Пропись Где-то Восьмидесятых Годов Опубликованная Там Нужно было Да В центр Гидрофурану Добавить Легант Фосфиновый Чтобы стабилизировать Азот И Магний И вольфрам Хлор 6 Добавить Там все Восстанавливается Какая-то грязь Куча получается Но Восстанавливается Делаем У них Написано Выход 28% Выделяем Там много Манипуляций И все это Надо сделать Без доступа Воздуха Ничего Не получается А мы знаем Что это Должны быть Красивые Красно-оранжевые Кристаллы Типа Бихромата Ну Они действительно Красивые Когда мы Получили Я в этом Убедился Повторяем Где-то Что-то У нас Подсосал Воздух Где-то Что-то Не так Сделали Не так Профильтровали Мы В атмосфере Азота И так далее Повторяем Все то же Ничего Не получается Тогда О чем Надо было Думать Магний Магний Восьмидесятые Годы У кого-то Лежал Магний Еще с Пятидесятых Лет Они его Взяли И с ним Пошла реакция А у нас Чистый Магний Значит Ну Тогда Я подумал Ну какая Примес В магнии Может Вот так Влиять На реакционную Способность Как вы думаете Какой металл Кто-то Здесь Сказал Правильный Металл Ну конечно Медь Конечно Медь Вот После этого Мы взяли И туда Добавили Изначально Купром Хлор Просто Почему Конечно Я помню Я помню Эту историю С присоединением Магниорганических Соединений К альфа-бета Непредельным Альдегидом И кетоном Когда Рассуждали Вот к альдегидом Вроде Чаще 1-2 Присоединение А к кетоном 1-4 Но тоже Не всегда То так То так Все это Рассуждали Рассуждали До тех пор Пока не поняли Что все дело В примеси Меди В магнии И тогда Реакция Каталитически Через Купрат Идет Как 1-4 Присоединение Если есть Медь Я это Вспомнил И мы Насыпали туда Купром Хлор Все получилось Вот Я вам Это говорю Как пример Того Как вот Меняется Жизнь Старые Образцы И новые Образцы Магния Видите Вот так Запишите Себе Самый Лучший Активатор Магния Это Купром Хлор Самый Лучший Активатор Магния Это Купром Хлор Небольшое Количество То есть Если вам Нужно Проабсолютировать Этиловый Спирт Его Доводят До абсолютного Состояния Кипячением С магнием Магния Реагирует Со спиртом Получается Этилат Магния Который Реагирует С водой Получается Магния Аж Дважды Нерастворимый В спирте Натрий Здесь не годится Поскольку Натрий Аж В старом Спирте И там Равновесие Значит Но не всегда Это удается Сделать Вообще Лучше Сначала Спирт Покипятить Над окисью Кальция Чесать Три Четыре И перегнать Дважды Причем Дважды Потому что Кальция Перегоняется Ну Она не перегоняется Она захватывается В параде Спиртом Второй Раз У нас уже будет Вам пригодится Вот Я вам еще и про литий Расскажу Историю Когда про литий Органику Будем говорить Значит Магниорганические Соединения Существуют В виде эфиратов Если это в эфире Было Причем Магния Имеет Обычную Тетраэдрическую Координацию Ну например Ну например Так Это рентгенно-структурные данные Тетраэдрическая Координация Эфираты Выделены Почему эфираты Потому что Вот удивительно К магниорганическим Соединениям Мы обычно относимся Как к основаниям Действительно Налил туда воды Выделился Какой-то углеводород И так далее Но ведь Основание Это вот здесь Дельта-минус А вот здесь Это кислота Вьюиса Вот магниорганические Соединения Удивительные Вещества Которые Объединяют в себе И основные Вот такие Свойства Причем это Сильные Основания И свойства Кислоты Льюиса За счет Свойства Вот Этих Производных Как кислоты Льюиса Образуется Эфираты С тетрагидрофораном Пожалуйста Тоже комплексы Получаются Я уж не буду Рисовать Соответствующие Производные Но Для того Чтобы Соблюсти Какую-то Общность Я вам Напомню Что Существует В растворе Равновесие 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 Шленка Равновесие Шленка То есть На самом деле В растворе Присутствуют Все эти Компоненты Вот Можно В определенных Условиях Выделить Вот это Соединение Но это Как правило Никому Не нужно Это все Доказано И изучено Теперь Запишем Что Магниорганические Соединения Можно получить Из первичных Вторичных И третичных Алкил Йодидов Бромидов И хлоридов Магниорганические Соединения Можно получить Из первичных Вторичных И третичных Алкил Йодидов Бромидов И хлоридов Вот, ну, пример третичного я вам приведу, достаточно просто получается. Значит, CH3 трое, CH3 хлор, третий аутил хлорид плюс магний, эфир, CH3 триhnlich querida C, магний хлор. И выход, там высокий его определили, сейчас я посмотрю, 85%. Можно сделать. Ароматика. С ароматическими хлоридами плохо идет реакция. Орил-йодиды и орил-бромиды хорошо реагируют с магнием и дают соответствующие производные. Фториды. Из фторидов можно получить магниоорганические соединения, если использовать в качестве растворителя тетрагидрофуран. Но это абсолютно никому не нужно. Ну сами подумайте, фториды гораздо более труднодоступны, чем эти магниоорганические соединения. Поэтому этого никто не делает. Это так и для общего развития. Особый случай представляет собой магниоорганические соединения винильного и аллильного типа. Отметим, с бромистым винилом в эфире магний не реагирует. С бромистым винилом в эфире магний не реагирует. Но он реагирует в тетрагидрофуране. С винильного и аллильного. Вот так его получают. Ссылочку можете записать, она весьма полезна. Потому что здесь подробная пропись, как сделать виниломагний бромид. Я его делал много раз, пользуюсь этой прописью. Все получается хорошо. Это то, что касается винильного производного. Какова роль тетрагидрофурана? Он облегчает внедрение магния по связи с бром. Раз. И второе, стабилизирует получающееся магниоорганическое соединение винильного типа. Вот в тетрагидрофуране винильные магниоорганические соединения сделать можно. Аллильные. С хлористым аллилом магний с удовольствием реагирует. Но при этом получается не то, если реакцию проводить обычным путем. Значит, что там получается? Если мы возьмем хлористый аллил плюс магний, эфир. Там получается промежуточно аллильное магниоорганическое соединение. Но хлористый аллил столь высоко реакционно способен, что он тот же с ним реагирует. И в результате получается диен. 3,6. Вот такой диен получается. С приличным выходом 65%. При попытке обычным путем получить аллил магний хлорид. Поэтому для получения вот этого соединения магниевого поступают как? Очень медленно, потихонечку, при приличном разбавлении добавляют аллил хлорид к эфиру, к содержащему магний. Значит, пример я приведу добавление. Вот я не помню, в течение 17 часов я этого не делал. Ой, нет, здесь очень большое количество. Давайте-ка я в 10 раз уменьшу. Сейчас я напишу с цифрами магний. Значит, сколько здесь будет? 19,5 грамм. Это я в 10 раз уменьшаю, а то какие-то зашкальные цифры. Бромид в данном случае 40 грамм. Ну, 40 грамм бромида бром все-таки весит прилично. Так, эфир. Эфир. Сколько его тут? 270 миллилитров. Не так много. Получается магний бром 89%. И вот здесь надо написать добавление. Добавление. Ну, было 17 часов. Я в 10 раз уменьшил. Получается в течение 1,7 часа. То есть очень медленно добавляют. Можно получить эфирный раствор аллил магний бромида таким путем. Однако, поскольку я с этим тоже сталкивался, и все это неудобно, и все это трудно контролировать, я нашел другую методику, очень хорошую, где ничего особо не надо придерживаться. Все быстро, и раствор магний органического соединения получается концентрированного, именно аллильного. Если реакцию проводить в тетрагидрофуране, вот ссылочка. Это еще не ссылочка. Вот она. Но, естественно, это мы делаем в токе азота так же, как и ту реакцию, поскольку в тетрагидрофуране. Вот это прекрасный метод получения аллил магний хлорида. Очень хороший, я вам весьма рекомендую. Ну, я перечисляю такие радикалы, которые часто могут встретиться. Ну, понадобится вам ввести винильный или аллильный радикалод. Две ссылочки, которые великолепно воспроизводятся. Однако, бывают случаи, когда органогалогениц не очень хорошо все-таки реагирует с магнием. Здесь существует два варианта, как обойти эту трудность. Первый вариант. Магний Рикки. Вы слышали об этом? Нет? Ну, тогда слушайте. Магний Рикки. Вот если взять магний хлор-2 и калий в тетрагидрофуране немного йодистого калия желательно добавить, он облегчает этот процесс, то получается магний плюс калий хлор. В каком же виде получается магний? Это... Я не встречал русскоязычного термина, пишу по-английски. Слэрри. Жидкая глина, жидкое цементное тесто. Вот что означает это слово. Слэрри. Ну, какая-то каша. Такое вот. Вязкое что-то. Ну, и, конечно, темное. Значит, этот магний. Вот он, магний Рикки. Полученный таким путем вот эта вот тонкая взвесь магния в тетрагидрофуране. Реакция... То есть, магний Рикки получается только с хлоридом магний. Бромид более доступный. Нельзя использовать. Не получается. Только хлорид. Но зато то, что получается вот этот вот магний Рикки... Вот представьте себе. Вам нужно провести реакцию магния с, ну, например, с 10 граммами какого-нибудь галогенида. Ну, нет проблем. Как оно? Добавили немножко галогенида. Помешали. Вот до закипания эфира. Эфир закипел. Дальше покаплим, добавляем при перемешивании. А если вам нужно получить магнийорганическое соединение из одной десятой грамма алкел-галогенида, что там закипит? Ну, сами понимаете, что это смешно. Вот если использовать магний Рикки в таких целях, то что получится? Примеры. магний Рикки. Вот это самое Слэрри. Тетрагидрофуран, естественно. Ну, вообще, с калием работать, это, вы знаете, не подарок. Я много работал раз с калием, и каждый раз, когда я работал с калием, я горел. Поэтому это опасно, на самом деле. Так. CH3 трижды С-хлор. Ну, здесь, по-моему, 10 минут. Получается CH3 трижды С-магни-хлор. Или, например, вот такой винил-галогенид, винил-бромид. Здесь вообще две минуты. Выход 100% здесь. И там, и там. То есть, ну, конечно, трет-бутилхлорид и так доступен, зачем делать магний Рикки? Ну, вот, если у вас будет какой-то хлорид, там, или бромид, более сложного строения, вы захотите из него сделать магний-оргеническое соединение, а у вас этого вещества мало, то вот вполне можно прибегнуть к помощи магний Рикки. Ссылки на магний Рикки. Вот две ссылки на магний Рикки. Вверху оригинальная работа Рикки, а внизу уже то, что он опубликовал в Organic Synthesis. Вот эти две ссылки. Ну, хотите, сейчас записывайте, хотите, потом, окажется, все на сайте факультета, оставьте место, я думаю, что так будет лучше. Итак, это первый вариант обхода. Затруднение, когда магний не хочет реагировать, с каким-то алкогилом. Второй вариант. Реакция реакция с сопровождением. Реакция с сопровождением. Это старый метод, но он работает. Реакция с сопровождением. гемм. Вот такой едит не хочет реагировать с магнием. И никак его не заставишь с магнием реагировать. Что тогда делают? Берут его раствор вместе с раствором бронистого этила, ну, вместе смешивают, добавляют к магнию. Соотношение 1, 2, 1. Бромистый этил хорошо реагирует с магнием. И вовлекает таким образом, и вот тот едит в ту же реакцию. То есть поверхность магния освобождается от чего-то, она становится шероховатой. Ведь понимаете, в чем дело? Образование магния органического соединения. Вот я написал вам, переносится электрон, и там получается магний 1 плюс. А, друзья мои, вот если спуститься на уровень куска магния, а не атома магния, это же кусок, там много атомов, значит, электрон-то перенесется с куска, кусок получит заряд 1 плюс. Но после этого должен выйти из этого куска катион. а это работа выхода, извините меня, она должна чем-то быть компенсирована. И в принципе, а? Ну, греем, конечно, но мы об этом еще поговорим на примере натрия, органических соединений и калия, что там к чему. Здесь получается как, что поверхность магния меняется за счет действия бромистого этила, а становится неровной. Если возьмете глянцевую поверхность, электрончик может дойдя на и перенесется, но ничего не уйдет. А вот если она будет уже шероховатой, такой грубой, оттуда уже катионы магния будут переходить в раствор. Значит, вот такой получается состав в результате метил-О. Ну да, в эфире это. Магний-Ёд плюс С2-H5 магний-Ёд. Один к одному. Ну что нам жалко бромистого этила? О, да, да. Ну вот видите, я ядерные реакции уже провожу к концу дня. Значит, и после этого два моля, например, оксиэтилена. Ну в данном случае, в данной работе действовали оксиэтилена. Что получилось? Ну, вначале это, а потом, ну, наверное, все-таки обработка подкисленной водой. Получилось, что эти О. вот это плюс С2-H5. Ну, давайте я напишу бруто, а то что это за формула? С4-H9-O-H-N. Температура кипения, давайте посмотрим, какие. Температура кипения у этого соединения 133 градуса при 12 миллиметрах ртутного столба. Простите меня, я не буду приводить перегонку в вакууме в гектопаскарах. Это, по-моему, чересчур будет. И это 117,4 градуса 760 миллиметров ртутного столба при атмосферном давлении. Как видите, разделить их ничего не стоит. Элементарно они разделяются. Вот это реакция с сопровождением или реакция с вовлечением. И так, и так она называется. Метод можно использовать для малореакционноспособных иудидов или бромидов. Так, про получение магния-органических соединений мы поговорили. Но мы обсуждаем и магния-производные, и лития-производные. Теперь надо говорить о методах синтеза лития-органических производных. Методы синтеза лития-органических производных. Они получаются при взаимодействии мелко нарезанного лития с алкил-галлогенидами. Ну, алкильные. Или арил-галлогенидами, пожалуйста. Можно С4-H9-хлор... Нет, это я и писать не буду, с хлоридом. Плюс литий. В эфире, например. Получается, бутиллитий в эфире. Плюс литий-бром. Вот. С приличным выходом. Или, например, бромбензол. То же самое можно сделать в эфире. Очень хорошо идет реакция, без всяких затруднений. Литий плюс литий-бром. Ну, и другие можно алкил-галлогенид и арил-галлогенид ввести в реакцию с литием в эфире. Одно но. Алкильные производные лития разрушают эфир. Поэтому долго такие растворы не хранятся. Вот. И чаще всего самый часто используемый реагент это бутиллитий. Он поставляет, ну, сейчас его не надо делать, а я-то за свою жизнь литры наварил растворы бутиллития. Как это делается? Берется кусок лития, берется, во-первых, нож и молоток и железная подставка. Кусок лития кладется, бьется молотком, он твердый, отбивается, примерно взвешивается. Потом полученный кусок кладется, значит, берется один пакет упаковочный полипропиленовый, вставляется в другой, чтобы два пакета было. Внутрь кладется кусок лития на железную подставку, плющится молоточком, как на наковальне, до толщины ну, миллиметр, ну, полтора миллиметра. очень тонко не надо, слишком много потом работы. А после этого в токе аргона, в токе аргона лучше, можно азот, но лучше аргон, нарезается ножницами, такой стружечкой, в ваш реакционный сосуд. И добавляется, соответственно, галогенит. Ну, раньше это все так делали, а сейчас можно купить бутиллитий. Как бутиллитий? Бутиллитий получается лучше всего в углеводородах. В гексане, в петролейном эфире, с высоким выходом из хлористого бутилла. Гексан. Выход здесь высокий, где-то у меня записано, сейчас я посмотрю, до 93-98%. С одной оговоркой. Сейчас я эту оговорку сделаю. Значит, его можно профильтровать. Значит, это все аргон. 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 Литий-органические соединения получают только в атмосфере инертного газа. Азот или аргон. Это вы где-то себе там отметите. Таким путем можно приготовить 0,9-2,5-2,5-малярный раствор бутиллития. Он продается стандартно 1,8-малярный и 2,5-малярный раствор. И здесь опять-таки мы сталкиваемся с электронными особенностями. Ну вот хорошо, если вам не придется самим получать раствор бутиллития. А вот нам тут пришлось получать, это я делюсь своим опытом, чтобы вы знали, раствор бутиллития именно в эфире. Причем надо было сделать очень высокую концентрацию для того, чтобы получить ферроценил, борную кислоту. Там металлируется бутиллития, эфироцент. Там бутиллития в эфире высокой концентрации. Причем бромистый бутил использовать нельзя, потому что бромистый литий растворим в эфире. И он дает среди органическими соединениями комплекс, который в результате снижается активность. Можно использовать только хлористый бутилл. В эфире нужно сделать. Режем. Пока 7 грамм лития нарежете, это знаете, как надо постараться. Рука отвалится. Купить эфирный раствор бутиллития нельзя, он нестабилен. Никто не будет его продавать, значит, самим надо делать. Режем, добавляем хлористый бутилл по капельке, значит, он немножечко, что-то нам должно разогреться, закипеть, все, мы же знаем, что это опасный вообще-то опыт. Ноль реакции, вливаем больше, ноль реакции, вливаем, все, не реагирует. В чем дело? Идем за консультацией к людям, которые когда-то разрабатывали этот синтез, нам дают кусок лития, который лежит у них с 50-х годов. Режем, все, прекрасно реагирует. Прекрасно реагирует. Вот, ну, конечно, у нас возникло подозрение, в чем тут дело. Мы решили проверить, мы решили проанализировать вот этот образец лития, с которым идет реакция, тот образец, который есть у нас, еще взяли в институте элементов органических соединений, кусок лития, который мне показался достаточно старым. Но я ошибся. Так, содержание примесей в образцах металлического лития. Просто посмотрите, это любопытно. Значит, ну, мы литий, конечно, растворили в воде, вот, а потом нам его проанализировали масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой, вот, на кафедре аналитической химии. Значит, вот определили в наших растворах содержание самого лития. Мы довольно точно приготовили раствор. Нас просили один грамм на литр. Вот литий первый, это тот литий, который реагирует совсем, а литий второй и третий, те, которые не реагируют. Дальше идут примеси. Литий грамм на литр, примеси смотрим. Натрий. О! В том литии замечательном, который реагирует, 0,6% натрия. Ну, там не только натрий, там еще и калий, там еще и магний, кальций, барий, вон, сколько его там оказалось медь. Ну, как видите, вот этот вот замечательный, грязный советский образец лития, эти тоже советские образцы, но тогда уже научились сделать чистый литий. Вот. А этот был грязный, который реагирует. Вот он реагирует, а эти не реагируют. Я думаю, что прежде всего здесь важна примесь именно натрия. почему? Вот про отряд бутиллития ясно. Когда будут говорить, вы поймете почему. Потому что именно примесь натрия делает литий реакционно способным. Ну, сделать сплав такой лития с натрием в лаборатории конечно не получится. Это невозможно. В чем вы будете плавить? Литий расплавленный со стеклом реагирует. Вот. Так что нам подарили еще кусок лития. Какой-то очень старый. С такой вот толстой коркой нитрида лития. Попробуем с ним может быть получится. Вот. А то придется плавить где-нибудь в какой-нибудь особой печи. Далее. Если вы получили растор бутиллития или у вас растор бутиллития хранился какое-то время. Вообще говоря, не мешает проверить его концентрацию. Его малярность. Потому что она может меняться. При хранении туда может засасываться воздух. С кислородом литий реагирует. Что там получается? Не литий реагирует, а... Ну, литий реагирует с кислородом. Бутиллитий реагирует. Я уж сократил место. Бутиллития сказал литий. Прошу прощения. Значит, что там происходит? Бутиллитий плюс кислород. Уж простите, напишу здесь методы молекулярных орбиталей. Я использоваться не буду. Напишу кислород с двумя неспаренными электронами в таком виде. Бутиллитий щелочность. щелочность? Потому что для анализа воду выливают. То вот этот дает побочную щелочность. щелочность. действительно, если вам надо провести реакцию с бутиллитием, там куча бутоксида лития, то как рассчитывать, сколько вы должны реагентов взять? Для этого надо поточнее знать концентрат содержания на бутиллитии. что для этого делают? Первое. Определение общей щелочности. Определение общей щелочности. Я не буду эти слова писать, а то я уже рукобайца колоть устал. Определение общей щелочности. На чем оно основано? Основано на том, что как бутиллитий, так и бутоксид лития реагирует с водой давающую гидроксид лития. Итак, бутиллитий плюс вода получается С4H10 плюс литий OH. Бутоксид лития плюс вода получается бутанол плюс литий OH. литий и суммарно вот это и другое литий возникший в результате этой реакции и в результате этой и является общей щелочностью. Общая щелочность. Назовем ее ВО. 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 Значит, определение общей щелочности. Записывайте, это может понадобиться, потому что вам, вы сможете встретить такую ситуацию, когда вам самим нужно все-таки поточнее определить концентрацию бутиллития, который в вашем распоряжении есть. В колбу на 250 миллилитров помещают 50 миллилитров дистиллированной воды. В колбу на 250 миллилитров плоскодонную помещают 50 миллилитров дистиллированной воды. Плоскодонную колбу на 250 миллилитров помещают 50 миллилитров дистиллированной воды. Продутой аргоном, пипеткой, забирают 1 миллилитр раствора бутиллития. То есть вы берете пипетку на 1 или 2 миллилитра, продуваете ее аргоном, сквозь нее дуете аргон какое-то время, потом присоединяете, либо есть такие груши, которые набирают пипетку, либо шприцем, как вам придется, набираете в эту пипетку 1 миллилитр раствора бутиллития исследуемого. И выливаете этот раствор бутиллития в эту воду, в эти 50 миллилитров воды. Тетруете полученную щелочь по фенолфталиину. Получаете значение V общее. Ну это объем, аж хлор можно считать. Какой объем соляной кислоты пошел на тетрование вот этой общей щелочности. Побочная щелочность. Второе определение побочной щелочности. Основано на реакции с флористым бензилом или с дипрометаном. Бутиллитий хорошо реагирует с флористым бензилом. Значит, что тут получится? С5H11 плюс литий хлор. Бутоксид лития тоже реагирует с флористым бензилом. Но, 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 эта реакция идет гораздо медленнее. Медленно, быстро. Поэтому, если вы добавите ваш раствор бутиллития к эфирному раствору хлористого бензила и потом быстро гидролизуете, то вы таким образом сможете определить бутоксид лития. Потому что бутиллитий уже прореагирует. Что для этого делают? Пишем в колбу на 250 миллилитров, плоскодонную, помещают 50 миллилитров абсолютного эфира. Плоскодонную колбу на 250 миллилитров. Я сейчас закончу. Помещают 50 миллилитров абсолютного эфира. И добавляют туда 1 миллилитр сухого хлористого бензила. Или дибромэтана. Безразлично. Полученный раствор. Нагревают до кипения. Кипятить придется в открытом сосуде. Но если использовать имеющиеся сейчас в нашем распоряжении магнитные мешалки с подогревом, то они не будут перегреваться сильно. И даже если у вас пара эфира коснутся магнитной мешалки, если вы не включите там 500 градусов, но эфир кипит все-таки не при такой температуре, то он не загорится. Нагреваете до кипения. И в кипящий раствор добавляется из пипетки 1 миллилитр раствора бутилолития. 1 миллилитр раствора бутилолития. При этом раздается сильный треск и все мутнеет. Нет, оно не взрывается. После этого добавляете в колбу 50 миллилитров дистиллированной воды и тетруете полученную щелочь. А щелочь будет обусловлена присутствием бутоксида лития. 0,1 нормальный ашклор. По фенолфталиину. Вы получаете значение В побочное. Тогда концентрация раствора бутилолития равняется. Малярность бутилолития равняется. В общей минусовой побочной умножить на 0,1. Вот и все. Таким образом вы узнаете малярность вашего раствора. Вот эти манипуляции надо провести аккуратненько. Значит, это приблизительный метод определения. Точный метод определения концентрации. Он другой. Он описан в методической разработке. Посмотрите, если будет желание. А вот этот метод, его вполне можно использовать на сегодня. Все. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.